После выявления нарушений торгового законодательства и предупреждений в адрес владельца павильона, сбывающего продукты с истекшим сроком годности, но не реагирующего на предписание, было принято решение торговлю прекратить, а палатку снести. Нам удалось договориться с управляющей компанией, процесс, которая ведет деятельность на рынке. Процесс достаточно сложный переговоров, потому что понятно, что они теряют прибыль. Но, тем не менее, они нас послушали и на сегодняшний день демонтируют эти павильоны. Работу по налаживанию цивилизованной торговли на Люберецких рынках и в магазинах местная администрация проводит совместно с Роспотребнадзором и жителями города. Мы информируем об этом население, просим сообщать нам факты, сами обследуем территории рынков, магазинов. При выявлении это системная работа вместе с Роспотребнадзором и органами внутренних дел. Казалось бы, закон о торговле соблюден. Отныне некачественная продукция на рынке реализовываться не будет. Но люди, собравшиеся на месте сноса павильона, по этому вопросу высказали полярное мнение. Прекрасный мясной павильон. Но как только выходишь на эту тухлятину, это не 21 век. Я даже не знаю, в каком веке. А непременно это убожество убрать. Кошек нечем кормить. У меня их 25 штук. Типа питомника такого при доме. И что вы здесь покупали? Здесь я покупала в основном колбасу по 25-30 рублей. Приезжала, привозила по 6-7-8 килограмм. И этим кормила. Руководство рынка СИБ Агромаш решило не бросать животных в беде и предусмотрело меры по поддержке любителей кошек и собак. Останутся у нас предприниматели, которые могут продавать продукты именно для кошек и собак. У них будет определенное место отведено. Там будет написано корм для собак и кошек, никак не для людей. То есть должно быть все цивилизовано. Необходимо отметить, что в городе постоянно ведется работа по стабилизации ситуации в сфере ценообразования. И предприниматели сотрудничают с администрацией, как, например, на рынке «Русское поле». Если бы мы не вели мониторинг и каждый день не уникали, цены были бы гораздо выше. А сейчас в нашем положении, в нашей стране, я думаю, что это очень большую службу мы несем. Хотя это трудно. И там поругают, и покупатель поругает. Что же касается освободившегося места после демонтажа павильона на рынке СИБ Агромаш, то его займут торговцы овощной продукцией. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.